Ержан Тургумбай Да, Ержан Тургумбай Я правильно сказал все Оппозиционный политик Вы уехали из Казахстана Сейчас вы живете в Италии Как вам живется на новой родине? В Италии хорошо живется Очень добрые люди Итальянцы Узывчивые люди 18-го года Ну, конечно, дома лучше Я тем более засиделся В 18-м году в конце мая выехал Думал, через год вернусь А уже зачинул Скоро 5 лет будет Командировка Вот вы так относитесь? С юмором? А вот события недавние были в Казахстане Это чьих рук дело? В Казахстане события Это были драматические Январе месяцы У меня ютуб-канал Тургумбай Ержан Я советую вашим зрителям Подписчикам Заглянуть на кириллице Тургумбай Ержан И я эту тему освещал Это то, что произошло в январе Это активная фаза 4-го по 13-е января 2022 года Это была спецоперация Путина ФСБшников Которая предваряла Ту же спецоперацию В Украине Путин не лукавил Когда он 24-го февраля Напал на Украину Они рассчитывали В течение 7 дней Провести такую спецоперацию Закинули разные регионы Украины Десантников Думали возникнет паника Агенты ФСБ, КГБ Которые все время сидели Возле администрации президента Возле Зеленской В Раде И они должны были воздействовать Зеленский должен был идти И Путин планировал Результатом этой спецоперации Должно было быть Посадить своего Тухаева Гауляйтера Или на худой конец Как Янукович Ну своего этого Или как Лукашенко А вообще предварял Январскую спецоперацию Спецоперация Августа 20-го года Выборы Белоруссии Я поэтому Ну я мою коллеги Я исток канал Владею 300 тысяч подписчиков Всего 350 тысяч подписчиков Я три эфира ставил По белорусским событиям Потом сказал Я понял Это идет спецоперация ФСБ Путина Их цель Этого Лукашенко подмять Чтобы он Все же вошел в Россию 300 тысяч людей Водили туда-сюда Тапочки снимали Когда на скамейках Поднимались Их выводили Руководители Хозяева БелАЗ МТЗ МАЗ И всех этих заводов Промышленных Которым владеет Русские олигархи Организованно вывели На нервах Лукашенко поиграли Нервы сдали Лукашенко Он руки поднял Заводи войска Войска завели Все Захлопнулось Вторая спецоперация По Лукашенко Авантюра С Протасевичем Когда они посадили Самолет Иностранный И тем самым Лукашенко Все Дорога на запад Заказана Он в сетях С ним они решили вопрос Вторая значит Спецоперация В Казахстане 4-13 января Сами спровоцировали Спецслужбы России С помощью Спецслужбы Азастана Которая Полностью Подчиняется Местные Вот эти Ваххабиты Которых Выращивают В недрах КНБ КНБ Которые ФСБ И вот Они эту Провокацию Устроили В Алма-Ате Людям Преподносили Что захватить Хотели захватить Власти 20 тысяч террористов Двоим Голову Отрезали Такую еще Интонацию Там министр Национального дел Начальник Департамента Алматы Миллионного города Тухаев Сам заявил У ДКБ 5-го числа Двум Тетим Военнослужащим Отрезали голову Полицейским Что ли Хотя этого не было И Просим вести войска Они хотели Говорят Захватить Власть террористов 20 тысяч Смотрите Столица у нас Власть находится В Астане За 1200 километров Почему в Алма-Ате Потому что Алма-Ата Большой мегаполис Много Вот этих Ваххабитов Ну и там Им удобно было Сделать Пазары Большие Там 100 тысяч Человек Криминал И они все это использовали Тысячи магазинов Значит разграбили Поджигали Вот эти специалисты Там участвовали Вагнеровцы ФСБшники И в итоге Картинку Дали Российские СМИ На Казахстан Напали 20 тысяч Террористов Хаос Все горит Бивает Сотни людей Убили мирных Бхатухаев Обратился К ОДКБ Вести войска На вести порядок Смотрите Казахстан Владеет Армией Там 130 тысяч Человек Внутренние войска Специальные войска МВД Штыки Имеет 290 тысяч Штуков Вооруженных Людей Ну что такое Там Даже если 20 тысяч Террористов Которых потом Не оказалось Это была Севавантюра И они таким образом Проявили Карательную операцию Чтоб людей Испугать Чтоб усилить Хаос Это еще раз повторяю Приварялось События Украины В феврале Чтобы в Казахстане Потом не выступала Оппозиция Они возбудили По результатам Вот этой своей Спецоперации Уголовного дела По терроризму Закрыли Начальника КМБ Его заместителей И всех Олигархов Всех подвесили Если кто-то Будет выступать Против политики И власти То Тех прилегут К ответственности Но самое главное 28 июня Предваряло Что Вот эти Анвальские события 28 декабря 21 года Путин вызывает Тухаева Назарбаева В Петербург И там Делает Решение Принимает Назарбаева Отстраняет Ставит на власть Тухаева С этого дня 28 декабря 2021 года Назарбаев Пропал вообще Из поля зрения СМИ Появился Только 18 января Видео Монтаж сделали Это видео Сделано в посольстве Казахстана В этом Москве Урезали Вы специалисты Знаете Что монтаж Делали несколько И он такой Бануру сидит Что-то там Говорит Это человек Который был Алисован Или как Вот моя версия Если что Я видео Не монтирую То есть Как идет Прямо делайте Я напрямую Всегда рассчитываю Я прямой эфир И тысячи провел Значит У кого Сейчас В Казахстане Власть Реальная Реальная Власть С 28 декабря 2021 года Администрации Путина ФСБ Тухаев Назначен Гауляйтером Русского Окупационного Режима В январе Вот эти спецоперации Кроме прочего Преследовала цель Утвердить На трон Тухаева Тухаев Это Глист Торчавший Из задницы Назарбаева Который 28 декабря 2021 года Перекочевал В задницу Путина Его никто не уважал Ни один чиновник Ни один олигарх В Казахстане Очень много олигархов Долларовых Их десятки Не говоря Простовых Техтинговых Они Человек не считали Это вот Вы Смотрите на Туркном Ваши Помните Устал Показывают ролики Там все Чиновники Все записывают В 21 веке Самый Больше Высший Держал И больше Записывал Тухаев Это он Верноподданность Показывал Преклонение Когда Назарбаев Выступал Это человек Без характера Без принципов Вот он Сейчас Управляет Казахстаном С помощью Российских Войск Но он же Образован Еще Пять языков Знает Доход 255 Это Какое отношение Имеет К руководству Страны Для руководителя Страны Достаточно Одного В частности Он должен знать Казахский Которого Он не знает Он знает Китайский Французский И т.д. Но от этого Народу Казахстана Ни тепло Ни жарко А Китай Какое Влияние Имеет На Казахстан Китай Имеет Мы Казахстан Находится Между двух Империй Российская И китайская Они поделили Эту Версию Я за два года Эти события На свой Интуб канале Сказал Дал То что Путин Проводит экспансию На Украину Не один день То что Китай Молчат Это неспроста Это есть Я вижу Как аналитик Паратистский Заговор Они уже поделили Казахстан Пройдет время Мы узнаем Два года Прошло Последние два года Вот Позапрошлый год Прошлый Китай Активную экспансию Делал 54 миллиарда Доллар Якобы Инвестиции Сделал Старые заводы Снял Поставил Казахстан Все это Тихо Килейно Парламент Не интересуется Нужны эти заводы Не нужны Но это Как дело Знаете В Тихоокеан Со стороны Китая Тоже Делает Инвестиции В Кабач Деньги Бухают Потом Вы нам Они поделили зоны Китай И Россия Россия Всегда интересовала 5-7 областей Северных Китай Восток Вот здесь Они технично Поделили Ну пользуясь тем Что у нас Народ Аполитичный Равнодушный К сожалению Политика Не интересуется И продажностью Казахстан Властей Народ Везде же Такой Аполитичный Равнодушный Ну Все условно Все относительно Ну А Как Вы Вели деятельность Свою Оппозиционную Если народ Не интересуется Политикой Я Свою Оппозиционную Деятельность Прежде чем Начать Даже Вот Вы Слушайте Смысл слова Прежде чем Начать Оппозиционную Деятельность Я вылетел В 18-м Году В Киев Полгода Там Начал А потом Вылетел В Италию Попросил Убежище Потому Что Заниматься Не то Политическое Деятельность Претендовать На власть Заниматься Общественной Деятельностью Это Считается Ну У нас Государство Я Видео Делаю Специально Тоже Аналитику Террористическое Государство Что Казахстан Что Россия Террористическое Государство Методы Политического Террора Полицейский Террор Ну В России Он играл Путин На публику Там Навальному Позволял Без этого Навальному Доставался Как же Он Значит Он Засланный Ну Мы видим Два года Назад Путин Я 3-4 года назад Говорил Он играет Как Путин Как кот Сытый кот С мышкой Любой момент Его задушат Он 2 года назад Пытался задушить Ребята Дали осечку ФСБшники Не дотравили его Ну Ему повезло Это Благоволит Судьба От 24 февраля Он стартанул Сразу Что сделает Он Три издания Всего лишь Это Дождь Эхо Москвы Новая газета Сразу закрыл Все Всех Кто сказал Война Или что-то Иноагенты Сажает Это что Это террористическое государство Северная Корея И Россия Разницы нет А у нас Даже раньше Это было В Казахстане Поэтому В Казахстане Невозможно Говорить Что там Есть оппозиция Там есть Клоуны 99% Которые оппозиционные Партии Движения Общественные Организации 22 тысячи Общественных Организаций Зарегистрированных Только Они все работают Они знают Свои пределы Что вправо Что влево Что вверх Куда они могут двигаться Это устраивало Это устраивает Есть оппозиционные силы Они за границей Вот я представляю Движение Сейчас соберем людей Команду свою Возьмем в власть А остальные Там Ну Давайте Разговаривать Дискутировать А кто вас поддерживает Поддерживает Пока мало людей Это 70 лет Зомбирования Советской Пропаганды 30 лет Назарбаевской Даром не прошло Люди Аполитичные Ну и страх Конечно Страх Людей Это Террор Он держит Людей Ежов Мысль Сама Их пугает Заходить Политику Но сейчас Зарождается Социальные условия Уменьшаются Это ухудшается Люди Начинают Понимать Потихоньку У нас конечно Позже Но ваши Здесь Прибалтийские Это вы До того Как захватили Жили При демократических Странах У вас память Есть Опыт Есть А у нас Не было Феодализма Скакнули Социализм И вот здесь Потом Эксперименты Советские Назарбаевские Которые Хотел Хочет взять власть И держать Власть Держать Держать Да Что вам Ну что вам не нравится В Казахстане Кроме Узурпации Власти Авторитаризма Такого Преклонения Перед Да Властью Лизоблюдство Что еще вам не нравится Ну мне Власть не нравится А то что там В народе есть Какие-то негативные моменты Они легко Искоренить В течение Одного поколения Потому что Власть берут Когда подлецы Подонки Они Народ Образу Своему подобию Воспитывают Молодежь Особенно Сейчас Ваххабизм Активно Строит Тысячами Мечети Образование Загнано Там Я материал Программу готовил Своей партии Образование Когда изучал Вопросы На выходе Дети Получается Полностью Напрочь Отсутствует Критическое мышление Это зомби Им прямая дорога Мечети Мне это конечно Не нравится Ну народ Я не могу сказать Что народ Не нравится Это такого Не может быть Чтобы народ Был плохой Просто он В таком Как бы Такой атмосфере Живет Надо Глаза раздуть Потом учить Новые ценности Какие-то прививать А какие ценности Что вы предлагаете Народу Ну ценности В первую очередь Конечно Опробованы Это демократические ценности Но не все Там есть у нас Горячие головы Как в Америке Все сделаем Так не бывает Америка Своя культура Строилась Есть Япония Которая Меня привлекает Больше Тоже Демократическая сторона Это не Америка Не Европа Да Которая к нам Более подходит Именно На Японию Ориентировались Еще 1920-е годы Казахские политики Которые Еще в царское время Были Вот передо мной Обращение Которые я сейчас Всем Раздаю Я показываю Ихние цели Какие были То есть Вы хотите быть Императором Казахстана Ну Это никак Нигде Не говорится Что я хочу Даже быть Мысли такой нет Я хочу построить Партию Партическую Мы хотим попасть Во власть И вести работу Вести Казахстан К демократии А император Это Я не знаю С каких слов В это уходит Что я хочу Япония Императору Декоратив Ну Великобритания Может тоже сказать Вот империя Нет же Ну там Это Королева Ходит Спектакль Играет Турист Их Туристов Заманивают Они Великобритании Они все Четко ограничены Они Как бы Это История Они же Политику Не лезут Также Япония Не лезут Политику Там Кабинет Министров В год Раз меняется Поработали Поклонились Ушли Но Все демократические Кто скажет Что в Японии Демократия Нет Кто скажет Что в Японии Там плохо Потому что Высокий уровень Самоубийств Там Есть свои проблемы В Японии А где их нет проблем Нет идеальных В Америке В 400 В среднем В год Убивают Темнокожих Просто Мальчик 12 лет Игрышный Взял Бах Бах И Полицейский Прав А нам Это Зачем Нужно У нас Собак Не убивают Как в Америке Темнокожих Они же Люди К слову Там Много Чего В Америке Которое Мне Не Приемлемо Некоторые Говорят Мы сделаем Как в Канаде Два Языка Будет Французский И английский Я говорю Так не будет В Казахстане Будет Один язык Государственный И Община Межнациональный Какой хочешь Вот так Казахский Сразу Попадает На Второй Роль Потому Что Москва Давит Наш Язык Развивает Убрать Надо И Проблем Не Будет Язык Конечно Это Не Так Просто Один День Мои Зрители Будут Тоже Слушать Это Не Так Органично Детей Надо Учить Садик Казахские Садики Бесплатные Чтобы Людям Интерес Был Не Ломать Взрослым Пускай Говорят Власти России Мешают В Казахстане Есть Пятая Колонна Всякие Маргиналы Там Провокации Устраивают Казаки Какие-то Фейковые Типа Русский Мир Должен Будь Здесь Тоже Написано Как мы Их Введем Иржан Исламизация Не нравится Вам Клирикализация Да Вот Религиозное Зомбирование Мракобесие Да Вот Что еще Мне не нравится Ханат Подчеркнуть Не исламизация А радикальный Ислам Внедряет С целью Чтобы Людей Изобировать И держать В отчинении Имамы Такие Радикальные Мне Не нравится А так Пусть Ислам Будет Православие Будет Только Православие Должны Отделить От Русской Православной Церкви Потому что РПЦ Я считаю Чарусь Сискар Для меня Нет Разницы ИГИЛ Или РПЦ Мы На Украине Видим Как Кирилл Полковный Лилийский Генерал ФСБ Благословляет На убийство Братьев Своих Славян А вот Многоженство Вам это нравится? Ну это Фольклор Это не актуально Это вообще Не проблема Это Я только что Пошутил У меня одна жена Это В Казахстане Нет такого А вот эти Религиозные фанатики Они Что там Они Вы понимаете Возвращенно Они там Говорят Я взял Жену Они попользовался Потом Ты Говорят Свободно Рядом сидит Ваххабит Теперь Теперь Я тебя Говорю Это Извращенно Все Используют Примитивно Это Никогда Казахской Культуры Не было Не должно Быть Женщины Это У нас Никогда Казахстане Не делили Это Там В Южных Афганистанах Чтобы Женщина Там Второй Человек Нет Казахские Женщины Это Самые Демократичные Даже В Америке Возьми Это История Наша Самое Главное В семье Это Женщина Естественно Хранительница Очага Мы Никогда Казах Не подавляли Казахская Женщина Всегда На Высокой Роли Была И Будет Но Тем не Менее Вот Из-за Бедности Я Читал Статью Из-за Бедности Женщины Как Бы Идут В семьи Чтобы Взяли Вот Одинокие Матери Например Есть Такой У вас И Второй Женщины Второй Третий Женщины Четвертый Пятый Знаете Что Не то Что На такие Шаги Есть Вопиющий Случай Продошел Это Было В ноябре Месяц Прошлом Года Женщина 27 лет Ну Я В Италии Живу У них 27 лет Еще Даже Замуж Не Выходит Держит Своих Девок Итальянцев Тридцать 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 Троих Детей Имела Вот Социальные Условия Терридцать Более Кормить Не Могла С Девятого Этажа Одного Второго Третьего Ребенка Бросила На педагог И сама Выбросилась Дети Там Два Года Три И пять Вы представляете До чего Довой То что Вы говорите Там Вышла Ну Обычно Там Берут Богатые Они Не Берут Многодетных Они Там Молодую Берут Есть Такие Перекусы Они Не Определяют Это Ничтожно Мало А Что Вам Нравится В Казахстане В Казахстане Мне Все Нравится Это Моя Земля Я В Италии Живу Пять Лет Будет Скоро Мне Италия Честно Скажу Климатически Ну Как Туристический Рай А Мне Общение Мне Нравится Холодно Вы Смеяться Будете Холодно Зимой Мернешь Там Там Италиянцы Соседи Живешь Там Железобетон Строят Плохо Я сам Строитель Теплопроводность Высокая Быстрая Температура Скачет С улицы Туда Газ Дорогой Они Стараются Экономить В одежде Ходят Спят Плюс 15 17 У меня Ребенок Я Растапливаю Я Первый Ребенок Не знал 27 Нагрыл И как Все Начало Плесенью Покрылась Потом Научился Сейчас 22 Нормально Все Вы там Общаетесь С кем-то В Италии Появились У вас Друзья В Италии Вот Я сразу Скажу У меня Друзей Не появилось У меня Работа В принципе С утра До Вечера Сидишь С этими Я Моему Суду Язык Даже Не учил Во-первых Во-вторых Итальянские Семь Они Закрытые Они Чужих Не принимают Свой Круг Я Сразу Не то Что Итальянские Даже Есть Русскоязычные Познакомишься С кем-то Русская Замуж Вышла За Итальянцы Они Уже Ментальность Приняли На себя У них Своя Семья Свои Праздники Рождественские У них Свои Не как У нас У нас Шахматы Поиграть У нас Ментальность Российские Казахские Я даже Говорю Казах С русским Это ближе Я Когда Киев Полгода Прожил Я Понял Казах С русским Ближе Оказывается Ближе Чем Русский Украинец Русский Украинец Ближе Ментально К этим Итальянцам А вы Хотите Язык Русский Запретить Как же Тогда Будут Ближе Дело В том Смотреть Это трагедия То Что Сейчас Половина Казахов Не знает Казахский Язык Я Сам На эту Соренитую Вышел Я Первые Эфиры В восемнадцатом Году Вел На русском Языке Я Русский Язычный Казах Это Трагедия Казахского Народа Что Велась Политика По запрету Казахского Языка Закрывали Везде Чтоб На русском Говорили Сейчас Половина Казах Не Говорит Не Это идет Орусивание Вот здесь Я вам давал Этот листок Здесь Материал Именно Орусивание Говорится Вот я Вот сегодня Пытался Мне Не дают Микрофон Я говорю Проблема Вам не дают Слово сказать Здесь На конгрессе Не дают Да Ну здесь У них свой формат Они свои цели Последуют Здесь Конгресс Свободной России Я Тематику Казахскую Но я и Казахскую В России Говорю То что Они говорят Мы Войну остановим Как мы должны Помогать Украине Мы должны Украине Значит Оружие давать Я Сразу говорю Они не победят Украинцы Вообще не ставят Задачу Победить Россию Украинцы Хотят Чтобы вышли Россия Для них Победа Если русские Войска выйдут Для Украины А То что Путин делает Это уже Вышло за рамки Межукраинских Отношений Межказахско Российских Это международная Проблема Это уже Правительство Начали здесь Терять Правильно же Итальянский Пример ушел Джонсон Шатался Чуть не вывалился Они влияют На всех И вот Теперь мы понимаем В чем проблема Потому что Путин Проходит Проводит Политику Русификации Русский мир Он говорит Украинцы Белорусы Вас нет Как нации Он же Подводит Научную базу Он говорит Что В 9 веке До 9 века Русской нации Как такой Не было Ее сформировали В первую очередь Православные Это это Славяне Украинцы Белорусы Подключились Украфины Евреи Не всенаясь Просхождение Вот они Организовали Костяк И потом Пошла Русь Земли Собирать Свои Ваше Видение Будущего Казахстана Ваши идеи Каким Вот Что это Будет За страна Когда Вы К власти Придете Казахстан Богатейшая Страна Вот Если На душу Население Богатство Смотреть Даже Ничего Не делают Это Все Может Не Работать Да Она Будет Люди Будут Жить Это Ну Как Саудовская Аравия Потому Что Кроме Нефти И газа У нас Сядь Булиси Менделеева Которые Просто Разворовывают Разворовывают Конгломераты Разворуют Назарбаев А теперь Тухаев Чтобы Вот Этот режим Сохранялся Они Как Политические Проститутки Удовлетворяют Интересы Всех Сильных Мира Всего В первую Чуть России Китай Они Питают Ресурсы Америка Италия Моя Любимая Где Я живу Франция Все Вот Эти Европейцы Из Казахстана Все Выкачивать Единственное Что Не Имеет Казахи На Казахах Долги Когда Мы Придем Власти Мы Закроем Граница С Россией Полностью Гизовый Режим Ведем И будем Проводить Свою Политику Так Всем Выгодно Тогда Чтобы Все Оставалось Как Есть Кому Выгодно Ну Всем Странам Америки Россия Франция Ну Они Жи Тоже Это Сейчас Им Выгодно А им Зачем Кипятиться У них Проблема Они Украины Не Занимались Сильно Так Потому Что Газ Подорожал А У У Как Только Что Там Кто Говорил Гарри Каспар Правильно Сказал Нет Политиков Уровня Этого Черчилля Рузвельта Деголя Маргарет Течер Времена Другие Были В то Время Не Был Интернет Сейчас У каждого В руках Интернет И Начинает Шуметь На Нервах И Политики Они Все Такие Вот Они Пытаются Лавиру Как Марионетки Они Балансируют Они Боятся Народа Потому Что Народ Любовь Минский Поэтому Они В первую очередь Не Украины Забачиваются Казахов Вообще В упор Не Ведет Мнением Народа А если Сейчас Газ Дорого Они Скажут Да Кто У вас Пример Министр Или Кто Президент Пошел Он Не Управлять Ему Надо Хозяйство Вести Еще Международную Политику Вести А этим Проще Было Маргарет Течер Рузвельту Их Избрали В то В то Время Процесс Не Такие Динамичные Так что Гарри Каспаров Прав С одной С другой С другой С другой Не прав Времена Изменились Не будет То что Сейчас Рузвельт Черчилль Деголь Это диктаторы Уже Вот вам Путин Он и есть Вам Если на то Портло Деголь В такой Форме То есть А вы Вот Простой Строитель Да Или что Я бизнесом Занимался 30 лет Я занимался 20-го года Открыл Свои предприятия Частные Мало бизнеса И В 17-м Году Свернул И решил Зайти На эту Поляну Политическую И сразу Потом Для себя Продел Что Надо Из-за Границы Потому что Первое Ну я Мой Канал Свой Открыл Первое Мое Виде Там Хорошо Пошло И Получился Диалог У меня С населением С народом Как-то Поддержали Люди Вас А сколько У вас В партии Человек Сейчас Мало Тысячи Человек Всего Не Регистрируют Мы Это Собираем Ли Не Регистрируют Моя Цель Сто Тысяч Собрать Потом К Корде Вывести Или Регистрируешь В партии Или Революция Очень Простая Это Возможно Это Нужно Делать А Другого Нет Ну Вы Видели Как На По Советских Киргизии Три Революции Делали Украина Что Не Революции Что Если Революции Не Было Они Если Не Вы Вышли на площадь Что Поменялось Что Власть Не Поменялось И Не Будет Меняться Сарксиан Пашинян Прошел Как Тоже Народ Стал А Иначе Они Такие Советские Или Ногами Вперед Или За Шкирку А Насколько Реально Это Все Реально Это Время Идет Капля Камень Точит Сейчас Люди Видят Они Видят Что Кругом Что Творится Интернет Самое Главное Раньше Зомбировались Сейчас Мы Объясняем А на чем Оно Построено На ненависти Кому Или На гордости За То Что Я Казах Что У меня Есть Культура Своя Язык Нет Смотрите У меня Один Ресурс Ютуб Канал У меня Один Фейсбук Инстаграм Не успеваю Ставить А там Тысячи Сумы Которые Зомбируют Это Все Хорошо Конечно Тяжело Но Люди Все равно Которые Ищут Альтернативное Мнение Сами Чувствуют Они Приходят К тому Что Наша Идея Права Наши Мысли Правы Главное Мне доказать Что Тухаев Предатель Придает Интересы Казахов Путинских Прихвостей Гаулятер А это Откроется Сейчас Когда Путина На пряге Будут Да Он Все равно Его заставят Раскрыться А я О другом Спрашиваю А позитивная Программа Какая Понятно Что Вы Раскритиковали И в принципе Никто Не выдерживает Критику А Предложение Какое Ваше Вот Эта Гордость Национальная Да Что Первое Смотрите Наша Задача Независимость Вот Сейчас Казахстан Где Юра Это Демократическое Независимое Государство Которое Из Конституции Конституции Не работает Демократии Нет Власть Народа Нет 30 лет Назарбаев Удерживает Сейчас Тухаев Назарбаев Был Пропутинский Прихвостин Тухаев Гауляйтер Оккупационного Режима Мы Придем Классе Закроем Границы С Россией Ни одного ФСБ Путинского Человека Не будет Мы будем Вести Свою Политику Поднимать Первый Вопрос Не экономика Культуру Казахский Наши Традиции Но Это Не означает Все Русские Нет Мы Все Виде С Без русских Хватает Кто Ни казах Так Будет Режаться Русские Три с половиной Миллиона Говорят Я говорю Братья И сестры Я им Открыто Говорю То что Я Считаю Путина Фашистом То что Он пытается Проводить Политику Великорусского Шовинизма Она направлена Не в интересах Русских Она направлена В интересах Империи От которой Вам Русским Казахским Русским До лампочки Да Но я вот О другого Спрашиваю Правильно Вы все критикуете Но О предложении Продолжение У меня есть программа Есть программа Да конечно В восемнадцатом Да У меня в этом На ютуб канале В восемнадцатый год Я там записал Под знаменем Казахским Сидя Можете Вкратце Сказать Об этой программе Что Вы предлагаете Людям Я понял Закрыть границы Так Чтобы никто Не вмешивался Всякие черти Независимая политика Да Первое Второе Казахский язык Всеобщий Всеобщий Всеобщее Обучение Казахскому языку Детей Всех Сразу С первого класса Чтобы не напрягались Взрослые говорят Как мы будем учиться Взрослым И не нужно Ну они пусть Доживают свои годы В Казахстане Все Просто Наша Наша Принципиальная позиция Чтобы Приезжает Матвеенко Там Другая Шушера У вас Сколько школ На русском Чуть маловато Давайте Больше Так Что еще Вот это Два пункта Третий пункт Экономику Фондовая биржа Там Акции Выпускать Вот такие Есть блок Промышленность Как поднимать Сельское хозяйство Как поднимать Я 30 лет опыта имею В работе Для меня там Нет сложного Общаюсь с экономистами Российскими Нечаевым Андреем Другими Обмен мнениями Там Мы не просто там Долой Как Ленин Ленина Сталина Троцкого Я их называю Шариковыми Они пришли Власти Ничего не умели Учились на людях Эти их Учеба Она стоила Дорого Населению Десятки миллионов От голода умерли Нужно Чтобы приходили Класси Люди Которые Отделы Промышленники Предприниматели Сельское хозяйство И экономику Знали Я за 30 лет В этих сферах Поработал Опыт Имею Программу Записан А вот вы Последний вопрос Можно Вот вы говорите Что люди Ничего не решают И не борются За свои права Они осознают Свои интересы Политические Ну А вы их при этом Хотите осчастливить А сами Они За что бороться Не станут Как Это возможно А вот мы сидим Только что Люди сидят Там Большие Уважаемые Каспаров Головский И т.д. Тоже Хотим Хорошего Бола Сделать Как Сделать Я Там Кто-то Встал Председатель Президента Крымско-татарского Общества Сказал Что Посоветуете Где Мы Я говорю Ты живешь Крым Северной Кореи Казахстан Живешь Северной Кореи Вопрос Здесь Должны Подключиться Мировые Сообщества Почему Здесь Политики Здесь Ходим Я Вот Это Здесь Обращение Делаю Координационный Комитет Нужно Вот Эта Болтология Надо Прекращать Эти Бесконечные Форумы Умничают Там Кто-то Там Который Под вас Хоть 30 лет Ходят Болтаны Да Они Ну Ану Закинуть И Зачесывать Красиво Финляндии У которых Россия Пооткусала Вот Вы Прочитайте Вот Это Видео Даже Я вам Рожьи Опубликуйте На своем Канале Потому Что Долго Займет Мысль Я Четко Зложил Как Это И Сами Не Справятся Северная Корея Народ Сможет Сейчас Сделать Там Ничего Не Смогут Это Обычно Американцы Американцы Сейчас Они Не Хотят Заинтересованные Вы Ваши Они Должны Поддержать Нас Гражданское Общество Я согласен Участвовать В работе В Координационном Комитете Здесь В Литве Если мне Власти Скажут Я Жан Мы тебя Поняли Они Сами Не Могут Это Вмещаться В внутренние Дела А Гражданское Общество Я Гражданское Общество Я В Россию Вмешиваюсь Потому Что Там Живут Казахи Мой Мой Отец Мать Там Родились Миллионы Казахов Они Говорят Сейчас Там 650 А Я Знаю 3-5 Миллионов Они Переписали Русскими Поэтому Я Говорю Дерусификацию Надо Провести Дерусификацию То есть Я Понял Вы Будете Поднимать Народ До Своего Уровня Воспитывать Его И В общем Вразумлять Я Буду Выдвигать Идеи Объяснять Эту Идею Моя Главная Цель Это Чтобы Люди Поняли Мои Мысли Зажгли С этой Идеи Она Единственная Верная Потому Что Нет Других Людей Вообще Любой Прогресс В любой Сфере Хоть Науки Хоть Общественной Идеи Идеи Вот У меня Есть Идеи Которые Я Пытаюсь Они Вышли За Проделы Казахстана Я Вот Здесь Товарищем Толкаюсь Микрофон Я Третий Форум У меня Все время Микрофон Отбирает Но Они Свою Хотят Я Понимаю Обвинять Нельзя Хочешь Свою Поднять Это Сам Открывай У меня Ресурсов Таких Нет Времени Как Они Тридцать Лет Раскачивают Авторитет Нет Поэтому Я Рядышком Кукушка Сел Гнедрышка Ну Я За Них Тоже Они Хотят Чтобы Россия Развагировалась А Моя Идея Как Раз И Поможет Дерусифика Который Будет Сидеть В одной Из Европейских Стран Вот Эти Которые Самые Откусали Вас Латвия Литва Эстония Финляндия Ну Выделите Мне Где-нибудь Особничок Команду Найдется И мы Начнем Работать Ресурс Нам Нужен Голос Америки Новый Мы Должны Как Только Вот Такой Мы Проведем ООН Это Я Специально Говорю ООН ОБСЕ Чтобы Нас Слышали Поддержали Это Будет Значит Знамя Поднято Координационный Комитет Создан Это Будет Сигнал Тем Же Властям Татарстана Башкортостана Кабарда Дагестанцам Казахам Что Вот Скоро Запада Нам Идет Помощь И Мы Будем Выходить На борьбу Ни Украина Не Победит Ни НАТО Не Победит Только Если Эти Идеи Сперва Завладеют Власти Прибалтийских Стран Инляндии Японии Японец Не Видать Вам Ни Кунашир Хабамай Шекотан Как Своих Ушей Пока Русский Мир Так Назоваемый Который Путин Формирует Не Рухнет А Обрушить Его Мы Его Можем Ну Кажется Это Смешно Кто Там Вышел Политик Какой Сказал Ну Сначала Было Слово Библии Сказано А Если Это Слово Истины Если Она Загорится Это Идеи Идеи Загорятся Задиресован Я надеюсь Не Членов Граждан Я надеюсь Здесь Были Политики Сегодня Я Прямо Я Задерживал Объяснял Карманы Вложил Министр Какой Помощник Ягун Надо Спасибо Большое В любое Время Телефоны Есть Можете Звонить По зум Будем Проводить Обычно По зум Провожу Эфиры Удачи Вам Блага Вы Какой Стране Сказали Эстония Эстония Это Процветание Тоже Натерпелось От России Матушки Ну А я Тогда Желаю Казахстану Процветания И Достойной Жизни Жаса Казах Яркан Казах Скажите Славься Казах Вольный Казах Жаса Казах Яркан Казах Так Мне это Надо Припис Жаса Казах Жаса Казах Жаса Казах Яркан Казах Яркан Казах Славься Казах Вольный Казах Преводится Жаса Казах Яркан Казах Так говорят Живей Беларусь Супер